Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Поссорилась с парнем? Ну, здесь сразу нужно сказать, что вы, конечно, большая молодец, что говорите, что поссорилась, ну, потому что очень, ну, очень часто люди как раз-таки говорят поссорились, что является не совсем корректным, потому что ссорится все-таки каждый сам, да, вот. А, ну, хочется сказать, что ссоры не бывают на ровном месте. И что если вы поссорились, это значит, что вот те самые эмоции, те самые чувства ваши, о которых вы, вот, пишите, ну, немножко, немножко дальше, они вами, ну, получается, довольно долго зажимать. Вот, а я не думаю, что зажимать свои чувства хорошие идеи, я думаю, что зажимать свои чувства, ну, мягко говоря, нехорошо, вот, ну, мне так, мне так, мне так, по крайней, по крайней мере, видится, вот. И, соответственно, я думаю, что, вне зависимости от того, ну, любит ли вас, ваш, ваш парень или нет, да, вне зависимости от того, что, любите ли вы его, вот, я думаю, что тот факт, что вы ссоритесь, говорит о том, что вот искренность, как, какой-то между вами, да, открытости, вот. Опять же, вне зависимости от того, от того, как и у вас интересен, ну, вот, несколько недостаточно, вот, поэтому, что вам здесь можно и нужно сделать? Во-первых, вам нужно посмотреть в интернете, вот, психологическую игру, такую, которая называется «Скандал», вот, вы увидите, как происходят конфликты у людей, и хочется верить, что поймете основные причины, с которыми это происходит, вот, я же, ну, вот, со своей стороны, прямо, прямо сейчас, могу сказать, что очень, очень многое зависит от личных границ между вами и другим человеком, вот. Опять же, вне зависимости от того, какие у вас интересы, вне зависимости от того, много ли, много ли, или мало ли у вас общего, вот, ну, если личные границы слабые, вот, если личные границы недостаточно четкие, вот, то будут возникать ссоры, потому что, ну, вы сами будете, вот, ну, как-то чувствовать, чувствовать просто, что человек их, ну, как-то нарушает, вот, вы будете, вы будете это ощущать, вот. Поэтому, если вы, ну, как-то не хотите, чтобы это, вот, происходило, да, если вы не хотите, чтобы, ну, чтобы вы ссорились, да, вот, по крайней мере, со своей стороны, вот. Если вы хотите, ну, как-то более, более корректно выражать свои переживания, а самое главное, чтобы человек, ну, вас слышал, вот, чтобы, ну, давал какую-то конструктивную связь, обратно, обратно, вот, то нужно, конечно, со своими эмоциями, да, немножко по-другому обращаться, вот, немножко не так, не так, как это сейчас делаете вы. Мы встречаемся на расстоянии, видим сразу две недели, и всегда наша коммуникация, это только переписка. Смотрите, то, что вы видите на расстоянии, да, подходит только в качестве такой, знаете, временной, ну, временной формы, вот. И очень, очень плохо подходит для, вот, формата отношений, когда все всех устраивает. Дело в том, что люди бывают разными, и по-разному воспринимают, воспринимают, и, ну, отношения на расстоянии, то есть, когда они на расстоянии, когда, ну, человек на расстоянии, да, вот, он может воспринимать другого человека. Не так, как, когда непосредственно перед собой его видят, вот. Нравится нам это или нет, ну, это, это так, ну, вот, это зависит от многих факторов, вот. И я думаю, что, в общем-то, да, многое зависит от темперамента человека, очень многое здесь зависит от темперамента человека, в том числе. Поэтому, вот, я думаю, что, при отношениях на расстоянии, да, особенно с человеком, который не особо, вот, не особо, хорошо воспринимает такую, ну, такую форму, что ли, отношения, да. Вот, ну, следует, наверное, делать некие такие поправки, некие такие вот, ну, поблажки, что ли. Естественно, при условии, если вам это приемлемо, и если для вас это нормально. Считается, вот, ну, прям, знаете как, прямо считается, что, если человек выбирает отношения на расстоянии, вот, то считается, что такой человек несколько боится, боится реальных отношений. Такой человек, ну, предпочитает, вот, ну, держаться на расстоянии сам, вот, и боится такой человек, скажем так, близости. Вот, ну, просто боится, опасается, и считается, что человек, который выбирает отношения на расстоянии, а это в данном, в данном случае, это вы, вот, всегда считается, что у него есть, опять же, проблемы с личными границами, вот, потому что, ну, на расстоянии, да, личные границы соблюдают и охраняют легче, вот, нежели чем, ну, непосредственно при взаимодействии. Ну, вот, поэтому я бы рекомендовал вам здесь, конечно, посмотреть, да, насколько случайно, насколько случайным был ваш выбор, вот, такого формата. Ну, вот, отношений. Потому что, есть, есть, есть все основания, все основания полагать, ну, на мой взгляд, есть все основания полагать, что ваш выбор был не лучшим. Вот, если я ошибаюсь, то я готов, ну, знаете как, знаете как, согласиться с вами, вот, и спорить, да, я не собираюсь, не хочу, вот, ну, предлагаю вам подумать, предлагаю вам подумать, вот, на эту тему, потому что, ну, вот, довольно таки, она, на мой взгляд, важно. Дальше. Значит, в нашей коммуникации переписка, у нас были разговоры, что мне не хватает общения, я просила звонить. Скажите, скажите, пожалуйста, как, вот, и как именно, вы понимаете, что вам не хватает общения? Вот, мне хочется этот момент, а, вот, каким образом, условно говоря, вы приходите к тому, чтобы сказать, вот, мне не хватает общения. Совершенно очевидно, что в этом вот, ну, в этом вашем не хватает общения, да, на мой взгляд, есть, ну, некая потребность, вот, которую вы не замечаете, воспринимая, ну, воспринимая, да, там, грубо говоря, видя, если угодно, видя, 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 вот, только, вот, внешнее такое проявление, как то, что у меня не хватает общения. Вот, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, нужно вот, ну, преследовать, что это у вас, за потребность, или какой у вас конфликт, ну, знаете как, внутренний, внутренний, есть, да, какой у вас внутренний конфликт, вот, что вы, условно говоря, пытаетесь его решить, вот, через потребность в общении, то есть, что это общение вам дает. Потому что очевидно, что если у вас есть чувство к человеку, вот, то вы не будете требовать больше общения. Потому что чувство это про дать, про баланс, а вы хотите получать. И нет ничего плохого в том, чтобы получать, но нужно смотреть, что и от кого вы стремитесь получить. Просила звонить, пару раз звонил, потом забывал, или не знаю, я когда звонил сама, постоянно на что-то отвлекается. Я думаю, что, вот, тем, что вы просите его, ну, по сути, да, с вами, ну, как-то договаривать, вот, то, что вы просите у него общения, вот. Вот, в той или иной степени вас обесценивают, вот. Хотя думаю, что вот это, ну, на мой взгляд, довольно, довольно, ну, как это сказать, серьезная проблема. Если, ну, мужчина, например, чувствует, если мужчина чувствует, что, вот, что вы обесцениваете сами себе, например, 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 то, естественно, ну, это не может, не может никак привести к тому, что человек, ну, будет вас ценить. А для меня, к сожалению, очевидно, что в контакте с ним прямо сейчас вы себя не цените. И о сути его получается такое обесценивание вас, вот. Поэтому я думаю, что, если вам хочется, чтобы вас ценили, да, то, ну, наверное, имеет смысл перестать просить. И если вы увидите, что человек отвлекается, да, то, да, конечно, для вас может быть неприемлемо, то есть он отвлекается, но и вы, и вы тоже постараетесь понять, что искусственное педалирование общения, да, не приводит ни к чему хорошему. Он, наоборот, создает атмосферу напряженности, атмосферу вынужденности, ну, взаимодействия, вот, и не добавляет какой-то открытости, да, вот. Не добавляет каких-то позитивных моментов. Вот, 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 вот. А, ну, что, ну, что, ну, что, а, как, вы взаимодействуете с, ну, с человеком, вот. И, на мой взгляд, ну, модель, да, вот, ну, поведенческая, поведенческую модель. А, можно и, ну, и нужно выбрать, ну, ну, другую, как мне кажется и как я думал. Эх, вот. Ах, вот. Дальше. Идём. Так, я прошу потом, что заняться сейчас, поговорить со мной. Это продолжается недолго. Последний раз позвонил, он играл в ПК. Я говорю, давай поговорим пока. Пока уйдёшь. Он говорил минут пять, но поговорил минут пять, я опять услышал клавиатуру. Я не выдерживаю, наехала, сбросила звонок, написала, счастлив, всё, что накипело. И, с тех пор, не общаемся два дня. Смотрите. Я думаю, вот, что, ну, подошло, да, и, вот, время. Сейчас, ээээ, спросить у вас следующее. А вот, как, как у вас много общего, ээээ, ну, с, с, с человеком? А вот, вот, что мне, эээ, хотелось бы, ну, спросить. Эээ, то есть, эээ, уверены ли вы, ээээ, в том, ээээ, что, эээээ, что, эээээ, Что, ну, например, человеку с вами, ну, допустим, как-то вот, ну, комфортно, да, хорошо. Вот, то есть, уверен ли вы, вот, мне хотелось бы, конечно, этот момент прояснить, а, значит, ну, почему, да, ответ, вот, он такой, на самом деле, здесь, ну, как мне кажется, довольно, ну, довольно простой ответ. Значит, это поможет вам несколько лучше разобраться к себе. Вот. Дальше. Если вы сводите все свое общение сейчас, значит, к гендерному взаимодействию, да, а пока выглядит это все вот так, к сожалению, то, естественно, молодой человеку будет очень интересно, потому что далеко не всегда хочется есть, ну, такая возможность, да, как бы так сказать, проявлять себя, ну, как мужчину, да, то есть, ну, частенько, может хочется просто, что называется, побыть просто человеком, вот, и если у вас общение построено на гендерной системе, на гендерном взаимодействии, вот, то есть, взаимодействие будет только мужчина, только мужчина и женщина, вот, то я думаю, что оно будет, конечно, не очень таким интенсивным, вот, оно будет, вот, примерно, ну, примерно, примерно, вот таким, да, вот, как вы его описываете, да, к сожалению, к сожалению. Вот, поэтому, я думаю, я думаю, что вам нужно обратить свое внимание на это. Дальше. Вот вы пишите, что все, что накопило, да, все, что накопило, вы, ну, человеку, ну, выразили, выразили, получается. А что именно? А что именно? Раф. А, ну, не кипят, не кипят, не кипят, не кипят. Что именно? А, что именно вы, ну, сюфер, ну, сюфер, да, вот, вот, мне, а, хотелось бы, а, то же, то же, чтобы вы, а, ну, постарались, а, ответить, а, себе на этот вопрос, что, а, что вы, а, подавляли, да, и, соответственно, что у вас вырвал. Ну, на мой взгляд, это, предельно, ну, предельно, необходимо рассмотреть. Здесь. Вот. Дальше. Вы пишите, а, значит, с тех пор не общаемся, не пишут, не звонят, я первое это делать не буду, очень, очень грустное. «Хочу написать, но нет, помогите совету». Если вы хотите, вот, именно хотите, человеку написать, то вы сказали вопрос, для чего, зачем, да, то есть, с какой целью, сделает ли его счастливым, или счастливее, то, что вы ему напишете. Если нет, если не сделает, то возникает вопрос. А, ну, собственно, зачем, тогда вы ему хотите написать. А, я не говорю, что вам, ну, не нужно. Вот. Но, надо бы понимать, просто, то, для чего вы это делаете. Вот. А сейчас, вот, есть такое ощущение, что, вот, вам хочется, хочется ему написать, да. Вот. Но, для чего ему писать. Вы пока, значит, ну, пока не очень понятно. Во чем. Вот. Понимаете, да? Сказала штука. Дальше. Советов не поможем, психологи советов не дают. В жизни у нас все хорошо, я чувствую, что парень любит меня, мы можем долго рассказывать. А, о чем? Вы не можете чувствовать, что вас любят, вы можете чувствовать свои чувства. Вы чувствуете любовь? Как она проявляется? Да, мне тоже кажется, что мы стоим на месте, но это только все обстоятельства. Правда, проблема в денежном плане, поэтому пока переехать не получается. А вы хотите, чтобы отношения не стояли на месте. Почему? А, смотрите, если вы хотите семью и детей, все прекрасно. Но, поскольку сейчас это несколько нереализуемо, давайте подумаем, чего вы хотите в семье и детях, если хотите. И как можно воплотить это в жизнь прямо сейчас. Дальше. А, значит, пока мне играть неинтересно, зачем делать то, что мне не нравится, только чтобы пообщаться с ним. Что ж, очень здравая мысль. Очень. Если что-то не нравится, делать не нужно. Но вопрос немножко в другом. Что между вами общего? Что вас объединяет? На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи.